Как это было в канун Дня освобождения Запорожья, наши корреспонденты пообщались с одним из участников тех событий, ветераном войны Василием Паникаровым. Для Василия Паникарова война началась в небольшом городе Славянске, ныне Донецкой области, в октябре 1941-го, когда немецко-фашистские войска вошли в город, и он на долгое время был оккупирован. К этому моменту Василий Георгиевич закончил 9 классов. Со временем Славянск стал фронтовым городом, и в одном из уличных боев он получил первое небоевое ранение. Мы убирали 1943 года во время одного из уличных боев. Этот уличный бой был большим. Наши войска прорвались сюда аж до Запорожья, 18 километров не дошли. Тогда во время уличного боя меня тяжело ранило в голову. А сестру, старшую на год, убили. После четырех пережитых операций Василий Паникаров был призван в армию и ушел на фронт. Воевал надолго. Сначала в стадии 96-й запасной полк, а потом 5-й отдельная мото-мех бригада. Она по своей структуре подчинялась непосредственно штабу фронта. Была как самостоятельная единица, использовалась для прорывов. Сильно оснащена была хорошо. Запорожье для немецко-фашистских войск был городом стратегического значения. После поражения в Сталинграде Гитлер прилетел в Запорожье и лично дал указание – удержать город любой ценой. Бригада, в которой служил Василий Паникаров, двигалась на Запорожье со стороны Донецка и была разгромлена немцами в районе областной больницы. Шли вот там, где сейчас находятся близнецы. Это военное такое подразделение там. И мы вышли сюда, вот в район нынешней областной больницы. Это было на рассвете. И в нашем направлении прошло три танка. Мы считали, что это наше. Это хорошее подкрепление. Все таки воодушевились. Ура, ура. А танки оказались немецкими, они развернулись. И по нас прямой наводкой. Таким образом, не получилось. Такое зоно передо мной побитые и за мной побитые. Меня ранило в ногу в трёх местах. И контузило. Выжить ему удалось благодаря неизвестному солдату, который нёс его на себе десятки километров и помог добраться до госпиталя. Подобрал меня парень, солдат. Фамилию я не знаю его и сейчас. Спасибо ему. Он меня нёс на себе. Донёс меня доход Рашевченко. А там был какой-то генерал. Подсказал, что сейчас тут будут ехать машины. Вкинули, довезли в Камышевах. После войны для Василия Паникарова началась новая, мирная история. Учёба в Харьковском авиационном институте, долгая и продуктивная работа на предприятии «Моторсич» – рождение двоих детей. Сейчас у него уже есть и двое внуков, которым он часто рассказывает, как освобождалось Запорожье. Рассказывают и о неизвестном солдате, который спас его в 43-м и которого разыскать так и не удалось. И может, если кому-то знакома эта история и кто-то узнает в этом солдате своего отца или деда, могут обратиться в нашу редакцию. Продолжение следует...